А что касается того, является ли Россия и Сербия целью для некоторых кругов на Западе, ну да, это факт. Ну а что же здесь? Здесь не нужны доказательств никаких особых. Это просто факт. Почему Сербия является такой целью? Я вам честно сказать, я не понимаю. Вот так же, как Россия в начале 90-х годов готова была на всё, чтобы выстроить после развала Советского Союза, полагая, что времена кардинальным образом поменялись, пойти фактически на любые жертвы для того, чтобы выстроить свои отношения с западными странами. Чего мы получили? Поддержку сепаратизма и терроризма на Кавказе. Прямую причём. И политическую, и информационную, и финансовую, и даже военную. Ну просто, знаете, я в это время был сначала директором ФСБ, я с удивлением смотрел на то, что происходит. Думал, зачем? Мы же вроде как теперь все вместе. Зачем мне это делать? Но они же это делали. Не стесняюсь. Ответа нет. Честно говоря, даже до сих пор. Я полагаю, что это какое-то, ну, просто отсутствие образования, что ли, непонимание, непонимание тенденций, непонимание того, как мир устроен, как Россия устроена, к чему это может привести. Просто желание силой-силой додавить, додавить, додавить. Ничего, кроме силы. Ведь санкции – это же тоже сила, только в другой форме. Полное желание поиска о каких-то компромиссах. А вот эти окрики, о которых я говорил, вы должны, вы обязаны, вас предупреждаем – это же тоже сила. Попытка использовать элемент силы. Это же то же самое. Вот всё в этом и заключается. И в отношении Югославии и Сербии – сначала Югославия, потом Сербия. Зачем? Сербия же тоже вроде ко всему была готова, во всём бы хотела договориться. Нет. Надо додавливать, додавливать. Я, знаете, многократно слышал это. Надо додавить. Это слабое звено. Надо додавить. Философия – вот такая философия. Почему именно сербов надо додавить? Я-то, честно говоря, не знаю. Даже более того, когда какие-то откровенные разговоры были, у меня были ещё нормальные отношения с некоторыми лидерами, когда мне говорили, надо вот додавить. Я говорю, а зачем? Ответа – нет. Тут просто так философия такая сложилась, вот парадигма. Надо решать вот так. Додавить. Но сербы – не тот народ. История не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может быть, такую тяжёлую вещь. Уничтожить можно. Додавить и подчинить сербов нельзя. Тоже не понимают этого. Но надеюсь, что рано или поздно придёт и понимание этой составляющей, и европейской политики, и вообще в целом, мировой. Придёт понимание того, что всё-таки более конструктивно договариваться, а не пытаться додавить. Продолжение следует...